ребята всем привет с вами опять я дмитрий и вот вам моя новенькая серия про жизнь голландии про мое 20-летняя пребывания в этой серии хочу рассказать о музыке в голландии музыкальные пристрастия голландца все что связано короче с музыкой с музыкальными направлениями история с музыкой в голландии потому что рассказать действительно есть много о чем потому что я здесь за эти 20 лет много чему научился у них много чего посмотрев много на мои концепты сходил много прочитала голландской музыки и вот а его влияние на мировую музыкальную индустрию и этим я хочу с вами поделиться потому что действительно поделиться есть чем если вам будет интересно это серия уже ставьте там лайки делитесь друзьями буду вам признателен потому что в принципе вы многие из моего поколения то есть 40 плюс а или там 50 60 лет которым они знают голландские музыку они знают слушали 100 процентов голландских артистов просто может быть они не знали что это голландцы вот так же молодежь очень молодежь очень много молодежи до там 20 до 30 лет даже 15 пользуются голландские голландские треки так скажем популярностью поэтому я сейчас все это расскажу потому что я очень много чего прочитал и на голландских сайтах каких-то и на каких-то других сайтах очень интересно действительно вот эта страна 15 миллионная тогда когда сюда приехал сейчас уже немножко больше 17 миллионов здесь живут но она принесла очень много всего интересного в мировую музыкальную индустрию голландцы пока между делом пока еще не начал про музыку говорить сегодня суббота вот сейчас перекрылись все движение как они быстро делают это даже я видел в одноклассниках или в других этих в других медиа сетях и ролики как голландцы быстро сооружают какие-то дорожные инфраструктурные проекты вот они специально в такой день как нерабочий день взяли перекрыли все полностью всю дорогу и сейчас вот этот мост быстро снесут ведь уже его доделывают они его сегодня начали сегодня и вот они быстро сейчас все это разрушит его и потом туда нового построят здесь расширяет дорогу и все это произойдет за два дня сегодня завтра это все будет работать ладно все я иду дальше рассказывать про музыку это было такое лирическое отступление начиная с 80-х годов вот и люди моего поколения наверно тащились от такой певицы сиси кетч это ее псевдоним вот настоящее имение каролина мюллер то на по папе немка по маме голландка то есть она родилась в голландии в городе ос есть там на юге ближе к немецкой границе такой город и потом она с родителей отец ушел от них и они в 80-м году переехали в германию там ее сразу заметили когда там сразу пошла на музыкальный конкурс типа как час войс о фруссия или тому бойся в голланд кстати войс ну голос проект музыкальный тоже придумали голландцы если кто не знал и они там короче она пошла вот этот музыкальный музыкальное телешоу и там ее заметил дитер болен и пригласил выступать и потом они написали альбом спродюсировал этот альбом и бы вот так вот она стала популярна их до сих пор она популярна в странах бывшего варшавского договора или там восточной европе как говорят здесь любят говорить голландцы там особенно в россии она очень популярна в беларуси или в украине здесь и никто не знак я не спрашивал глаз вообще ни один не знает ни один я сколько не спрашивал здесь ни один человек не сказал сказал что он ее знает серьезно я сам удивился говорю она у вас до сих пор я сказал что она до сих пор ездит на этом различные авторадио какие-то ретро поп фестивали и выступают с успехом они говорят ну что у вас такая музыка популярна у нас немножко другая затем вы наверное вы помните 80-х годов такая была голландская английская группа бананорама популярность песня вину с ампинал самая там так вот звучит сейчас подождите я сейчас немножко это выключить я продолжаю я просто иногда делаю перерывы потому что там на эту дорогу перейти то еще что-то ветер сильный дует смотрите вот это бананорама которая звучала из каждого динамика в конце восьмидесятых в начале 90-х годах страна высшего советского союза с песни венус она была очень популярна в то время вот это кавер версия голландской группы шокенблю которая в 1970 году покорила американские чатты она там стояла на номер один в первом на первом места это была самая первая голландская группа которая позаняла именно первые места в америке в великобритании вот но почему вы сможете америка великобритания все стремятся именно туда стремим именно весь мир старается покорить американские билборда сотку там или сороковку вот берегу англичан это со 40 топ-40 в америке топ-100 там например и все стремятся именно туда поэтому вот поэтому я привожу пример вот относительно америки вот то есть голландская шокенблю с песни венус она была тогда вот очень популярна потом бананорама взяла кавер кавер это нормальная вещь распространенная в европе то есть люди берут покупают права на исполнение этой песни и они отчисляют потом гонорар или как они там договорятся вот и поются эти песни вот дальше я сейчас продолжаю я сейчас иду в центр сейчас у нас фестиваль музыкальный поэтому я сразу что-то рассказываю про музыку голландии и сразу буду показывать как все это обстоит дело в в живую я сейчас зашел музыкальный магазин вот я спросил какие голландские группы популярны на велкай группы зайн популяры фор форит верал то вас популяров не популярен я спросил я сейчас просил какие группы были популярны в мире голландских группы я да golden eric вот он сейчас все будет рассказывать сам да я я жакин блог шокин блог которые вы только что у нас как на об этом группу и бананарама сгавер версия кавер версия гкаверт версия финансы я я я я я я и я и я и 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 в Ковер версии фангрупп Фей Кюст, Сюзанна. Я считаю, что в русском языке это было больше, чем Андриана Челентана. Да, в русском языке это было больше. Я вам сказал, что продолжаю нашу тему. Фей У Вей Кюст, так называется голландская группа, которая написала знаменитый хит Сюзанна, который все в России, в Советском Союзе знают, как песню Андриана Челентана, Сюзанна. Я? Мужчин? Анаполоно Бланка, да. Анаполоно Бланка. Я? Фадер Абрахам. Безетен. Безетен, я. Анаполоно Бланка еще есть такая песня. Уна, Уна, Палоно Бланка. Уна, Палоно Бланка. Вы тоже? Витедаев. Витедаев. Безетен. Фадер Абрахам. Фадер Абрахам. Вот он говорит, Фадер Абрахам, маленькое кафе возле Гавани. Это тоже очень знаменитая песня. Вы тоже многие слышали в Советском Союзе, потому что многие в Советском Союзе делают кавер-версии, но никто не знал, что это именно голландское происхождение. Это Андрей Хазин. Да. Это ведь, например, это главный франк-сенатра в Недландии, Литавер. 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 Да. Они сказали, что самый знаменитый голландский франк-сенатра – это Литауэрс. То есть он очень знаменитый. И Херман Брод? Ног? Херман Брод? Да. Херман Брод еще очень знаменитый голландский. Тоже вы все слышали эту песню. Какая знаменитая песня? Сетерденаайт. Вот я потом делаю линки, вы все это можете послушать. Окей, ну, я думаю, что, конечно, это очень модерн, это очень модерн в Недландском франк-сенатре. Ну, я так зашел, случайно спрашиваю голландцев, чтобы они вживую вам рассказали, какие именно знаменитые группы, сейчас я уже за камеру встал, были, какие голландские знаменитые группы были популярны не только здесь, в Голландии, но и за рубежом. Вот поэтому сейчас я пока прекращу, вот видите, я уже вам рассказал про Голден Эринг, повторю еще немножко. Вы в России, мы здесь тоже слушали арию песни «Беспечный ангел», но это кавер-версия, они официально купили, я читал, что многие там возмущены, как это так, это же, блин, они с плагиателем. Ничего они, ребята, не плагиатили, в мире, в современном мире ничего не плагиатится. Можно, да, но за это можно и получить по башке за плагиат. Вот, они официально, Голден Эринг писал, и даже на страничке где-то там я читал, что они официально купили права на эту песню, и они признали, что это самый лучший кавер на эту песню. Самый лучший, так они сказали. Вот, «Going to Run» так называется, это песня по-английски, а в российской версии это «Беспечный ангел». Вот, ну, про Сюзанну я опять же повторюсь. Все знают Сюзанну песню «Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, на-на-на-на-на-на». Это, то есть, мы все знаем, что слышали тогда нашу советскую молодость или какую-то, ну, смотрите, какой, блин, приколист. Вот, все знают, короче, эту, это в исполнении итальянца Андриана Челентано. Вот, но по-настоящему эта голландская группа тремя годами ранее, в 1983-м, Фео в Эф-де-Кюст, так называется, из группы Стилберга, это на юге Голландии. Они написали эту песню, вот, и потом Челентано также купил права на эту песню, на кавер-версию. И спел по-итальянски, они только на итальянский язык ее перевели. Вот, хотя эта песня тоже занимала первые места в голландском чарте музыкальном и 12-е место в Великобритании она занимала. Видите, как я все подготовился. Ну, я и до этого тоже это все знал, мне это все, конечно, рассказали голландцы. Так, смотрим здесь в центр города у нас, ну, здесь как рынок, и снимать не буду, потому что я уже снимал это сто раз. Смысл, снимать этого нечего. Вот, я сейчас буду подходить там, где музыка гремит. Вот, музыка играла, музыка играет, барабаны бьют, сборную в Бразилии на похороны ведут. Это такая шутка из Советского Союза. Вот, поэтому будет, наверное, меня уже не будет плохо слышно. Вот, ну, дальше я буду, как бы, уже спокойно в обстановке рассказывать про Германа Брода. Герман Брод, это тоже знаменитый голландский музыкант, просто знаменитый. Смотрите, что-то она там исполняет, какой-то. Видите, я сразу вам показываю, как живет Голландия. Так, что-то она там. Поэтому сейчас пойду дальше. Герман Брод, Saturday Night, его песня. Очень знаменитая песня, очень знаменитая. Погуглите в YouTube, посмотрите. Сейчас я выключу, потому что YouTube будет банить. Так, дальше продолжаю. Потому что, когда звучат какие-то песни, потом начинается в YouTube, у вас там жалоба поступила. Так, всяк, блин. И начинается какая-то херня. Потому что у меня, я сразу говорю, канал замонетизированный. И все деньги, которые я заработаю, там, пускай это будет немного, там, первый взнос можно забрать 70 евро, когда вы заработаете. Вот. Все деньги пойдут, как говорится, на благотворительность. То есть, это ваши деньги тоже, если у вас какие-то есть адреса детских домов или каких-то нуждающихся людей в этих деньгах, больных, какими-то серьезными болезнями. Пишите, оставляйте адреса в комментариях. Как только 70 евро порог пройдет, я эти деньги снимаю сразу с YouTube и направляю. Это все будет официально сделано. Вот. Там нет спонсоров, это чисто заработаны деньги на рекламе. Я так как работаю, у меня есть, ну, как бы, пока я работаю, есть руки, ноги, я сам могу заработать. А эти деньги чисто на благотворительность. Так что, ребята, это ваши деньги. Ну, это тоже было такое лирическое отступление. Почему я вот и рассказывал, чтобы не забанили меня на YouTube. Ну, вот, смотрите, голландский какой-то оркестр. Сейчас я таймлапс поснимаю. Здесь проходит трехдневный фестиваль. Часто на севере, там, в любых городах Голландии проходит фестиваль. Как различные направленности музыки. Вот. Поэтому показал вот это место. Вчера здесь диджеи выступали целую, до часу ночи. Ну, я не пошел снимать ничего. Просто показал вам и все. Вот. Давайте дальше я пройду, покажу. Продолжаю рассказывать про голландских артистов. То есть, вот уже много рассказал, которых мы с детства, по крайней мере, я в детстве своем слушал. И не знал, что это голландские артисты поют, исполняют эти те или иные песни, композиции. Вот. Но которые были очень популярны, которые до сих пор я слушаю их и часто вижу в России. И вот. Следующая группа, которой голландцы не сказали этим, есть такая группа, которая в 1975 году заняла на Евровидении первое место. Это называется голландская группа Ти Чин. Ти Чин. Вот. Вы тоже эту песню знаете, все, кто особенно с 90-х годов, кто ходил на дискотеки. Пела ее Апина, Алена Апина, по-моему, с Муратом Насыровым, называется «Эти долгие дни короче, серые дни короче». Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-ра-та. Вот. Я потом оставлю название этой песни. Вы скажете, о, нифига себе, а мы думали, это Алена Апина, то есть, это песня Алены Апины. Нифига, эта песня также голландской группы Ти Чин. Вот. Поэтому вот такая вот тоже голландская группа, она первоместная на Вервизне. И через 40 лет, или 75, да, 40, там, по-моему, с лишним, голландцы опять заняли вот в этом году опять первое место. Ну, мне она не очень, эта песня понравилась. Вот. Я вам сейчас снимаю дальше. Такая вот голландская площадь. Здесь все перестраивается. Вон, прямо дом. Там раньше был совсем другой дом. Они почему-то снесли его и построили другой. Видите, они встраивают, если вот вас сейчас присмотритесь, это лирическое опять отступление. Вот. Поставили они, кирпичи берут такого цвета, чтобы они максимально подходили под, как бы, под общую архитектуру этой площади. Вот. Этим мне это нравится, Голландия. Потому что они все со вкусом встраивают. Единственное, вот этот дом убожественный, наверное, они его все-таки будут сносить, потому что он, вообще, мне кажется, не очень вписывается сюда, в эту архитектуру. Так, сейчас я вот так сделаю переход. Так, ребята, вот эти голландцы, когда я заходил в магазин, они начали разговаривать про Джордж Бейкера. Вот. Я просто в суматохе и по своей натуре не сильно понял, что они сказали сначала. Ну, понял, но не врубился перевести это все. Джордж Бейкер, вот, он тоже очень знаменитый голландский артист, музыкант. Просто знаменитый такой, что вы 100% люди смотрели, когда фильм, вы знаете его. Вы, если смотрели фильм «Бешеные псы» Квентина Тарантино, моего любимого американского актера. Не актера, а, ну, он тоже актер, режиссера. Больше он как режиссер известен. Вот. Так вот, он «Бешеные псыны», который сделал фильм в 92-м году, там звучит песня этого самого Джорджа Бейкера. Очень вы там ее знаете. Я сейчас вот внизу, вы увидите название этой песни. Посмотрите в гугле, погуглите, вот. И вы сразу поймете, скажете, да, мы эту песню знаем очень хорошо. Вот. Также, как они до этого сказали у Наполона Бланка, это тоже знаменитая песня. Тоже вы сейчас вот внизу видите название этой песни. Я вам иду, так потихоньку все показываю, вот, чтобы вы не скучали, а смотрели Голландию. И также слушали меня немножечко, если вам интересно, конечно, если вам интересно. А если вам интересно, то уже ставьте лайки, там эти собаки лайки, вот, под низом. Или там колокольчик еще надо нажать какой-то, чтобы вы получали мои видосы вовремя и могли посмотреть самыми первыми. Так, смотрите, дальше есть такой еще голландский исполнитель Тесет. Вот. В 70-х годах он тоже был очень популярный. В американской хит-параде он там, по-моему, 5-е или 6-е место занял. То есть очень высокое. Представляете, в Америке занять такое место при наличии, там, блин, Rolling Stones, там, Beatles и других таких популярных групп. А и немало, ну, там куча-куча-куча различных групп. И ты занимаешь 5-е место. То есть это очень высокое место в мире. Вот. Дальше смотри. Есть такой артист, ну, такая группа Фанденберг. Вот. Фанденберг тоже очень популярный. Ну, он в 80-х годах был. Ну, там невысокое место, там, 40-го или 50-е, какой-то вот из этих мест. Вот. Они вместе с Ози Осборном, я знаю, что тусовался, вместе вот там какие-то совместные проекты Фанденберг делал. Вы тоже эту песню знаете. Сейчас на экране вы увидите название этой песни конкретно и название этого артиста, с которым он стал популярным. Вот. Чтобы вы могли взять и в гугле набрать, это все делается просто. Копируйте и ищите по этой копии, песню, название этой. Hell's Bells. Вот у меня здесь написано ACD, моя любимая майка. Видите? И самый классный альбом. Back in Black. Ну, у них еще после 80-м году тоже классный был альбом. Как бы Бон Скотта не стало. Вот. И сейчас тоже Hell's Bells исполняют. Ребята, дальше продолжаю, чтобы не затягивать это видео, а то если слишком длинно, народ перестает смотреть. В начале годов, там, 90-х, там, 93-й, 4-й, очень популярная была группа Too Limited. Вы тоже знаете эту песню все. Блин, она такой, это Евроданс, как-то тогда было принято называть. Вот она все из Италии пошла. Вот Италия первая зародила там вот эти Евродансовые. Потом был Modern Talking, все. И вот это продолжатели они. Вот. То есть они тоже стояли очень в Европе. И в Америке очень большие ее популярность использовали. Вот с этой No Limited песня. Ну, вы тоже все это все знаете. Вот просто я вам рассказываю, чтобы это все в это видео уместить, все эти голландские знаменитые группы. Затем, есть такая голландская группа, уже в начале 2000-х, Венга Бойс. Тоже очень. Только мы, почему-то я называл всегда Венга Бойс, а в Голландии ее называли Бенга Бойс. Хрен его знает, почему я так спрашивал они. Ну, они тоже так не знают. Вот. Они номер, вот эта песня, вот сейчас, которая под низом вы видите, она номер один была в Европе, в Англии, в Америке. Вот. Вот. Также в Голландии, если вы еще знаете, вот, и может быть кто-то смотрит меня, кто любит классическую музыку, классическую, любитель классической музыки, Андрей Ривью. Ривью. Как-то правильно надо мне его выговорить. Вот. Он тоже очень популярный классический музыкант. Вот. В Голландии. Ну, про диджей Честа он был очень часто популярным в Голландии. Вот. И в мире. Много где выступал. В различных всяких тусовках есть такой в Голландии. Придумали White Sensation. Это такой техно-фестиваль, придуманный в Голландии. Когда вы одеваетесь во все белое. И во все белом, и там приезжают самые крутые исполнительные техно, там, всякие вот этой направленности музыки. И там все накуриваются травой, и там колбаситесь. Поэтому вот такой диджей Честа, конечно, был частым гостем на этих фестивалях. На этом Sensation, Black Sensation. Потом, правда, этот Sensation приостановился почему-то. Вот. Он, я знаю, что и в России тоже Sensation. В Петербурге, например, очень был популярный, там полный зал. Наберите Sensation, White Sensation в Санкт-Петербург. Увидите, что там очень много народа. Афроджек. Я вам показываю сейчас. Афроджек, это тоже голландский, ну, диджей, скажем так. Ну, я вот сейчас продолжаю дальше рассказывать. Уже про современную, вообще современную голландскую музыку, которая тоже знаменитой во всем мире. Например, Мистер Пропс. Есть такой рэпер. Ну, рэперы, сейчас они, сейчас все рэперы. Вот. Будут только вот так вот показывать. Вот. Он тоже стоял на самых высоких местах в американском Чарт-параде. Он был тоже очень популярный в 2016-м, в 17-х годах, в 15-е. Вот. И много выпущено всяких ремиксов на эту песню The Wave. Вы сейчас внизу видите название этой песни, с которой он стал популярный. Вот. Так что... Но, еще я вспомнил, вот сейчас пока шел. Знаете, кто любил танцевать брейк, занимался брейком. Сейчас я подойду на ту сторону. Помните, там, в 80-х, в конце 80-х, начинало 90-х годов. Была такая группа Video Kids. У нее песня такая есть про дятла. Вуди, спейс, вуди, как... Ну, короче, дятел там, который все так смеялся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот. И такие ритмы, как брейданс, скорее, ритмы. Вот. Это тоже голландская группа. У них, они выпустили пару альбомов в 84-м, 85-х годах. Потом одни ремиксы пошли. Вот. Но, тем не менее, это голландская группа. Вот, смотрите. Кайфуют голландцы. Едут на лодочке себе спокойно. Пивка попивают. А здесь вот голландцы живут. Я это уже вам все снимал. Просто я так иду сейчас, чтобы все показывать. Сам кайф голландии. Блин, воняет здесь от этой воды. Сейчас она нагрелась. Такая вонь стоит. Я не знаю, как здесь можно жить серьезно. Просто жесть. Просто жестяная жесть. Я бы здесь никогда не захотел бы жить. Вот за ком бы домики на колесах. Только побольше, если бы он был бы. Ну, если побольше. Так, машины нету. Вот, если бы они побольше домики, вот такие вот. Вот, конечно, караваны они называются. Там прикольно жить. Так, я перехожу быстро. Друзья, всем привет. Это я делаю еще... Я записываю видео. Через неделю уже после того, как я записал видео о музыке в Голландии. Я уже смонтировал видео. Все смонтировал. Собирался залить на YouTube. И вспомнил, что я еще не сказал очень много про голландскую музыку. И делаю сейчас вот дополнение. Через неделю. Просто сейчас выдалось у меня время. Вот, свободное. Я решил записывать. Смотрите, вон, чувак. Женщина там не может. Что он там где залазить пытается. Так что, ребята, смотрите. Сейчас я вам быстро расскажу дальше еще. Потому что я буквально в самый последний момент вспомнил, что еще есть... Без упоминания этой группы видео про голландскую музыку будет не полон. Так вот. Если вы жили в Советском Союзе или вообще сейчас интересуетесь музыкой, вы слышали такую популярную группу «Статус Кво». Ну, вот популярна она была в 80-х годах. И с своего песня «Ты снова в армии». «You are in army now». Ну, извините за мой английский. Вот. Поэтому я хочу сейчас дополнить. «Статус Кво» купила у голландской группы «Bolland and Bolland». Очень такая успешная голландская группа из состоящих двух братьев. Вот. Они выпустили эту песню тремя годами ранее. Вот. Потом «Статус Кво» солист их, не он, руководитель. Услышал эту песню. И купил права на выпуск этой песни в своем альбоме 88-го года. Вот. И также они ее на концертах часто исполняют. Это она стала... Там в чартерах она заняла очень высокие места в составе группы... в исполнении группы «Статус Кво». Сами «Bolland and Bolland», они вообще очень тоже популярные продюсеры. Кроме того, как певцы, они еще стали продюсерами. Вы знаете их музыкальный проект. Музыкальный проект этой группы называется... Они продюсировали два альбома такого австрийского певца «Falco». Вот. Он, правда, разбился в Доминканской республике. Но они продюсировали его два... Например, песня «Джина». Вот. Она даже была... Эта песня была даже запрещена в Голландии. Даже вот... Серьезно. Я даже не поверил сначала. Но потом посчитал, что да, действительно, она была... Потому что там так показана смерть девушки, что подумали, что это по-настоящему произошло. Так что вот такие вот, ребята, дела. Вот. Я сам в процессе подготовки этого видео решил, что полностью надо все, которые... Хиты голландские, которые мы знали в Советском Союзе или в современных странах СНГ, надо всех включить их, рассказать про них, какое влияние оказала Голландия на мировую культуру, на наше мировоззрение, музыкальное, имеется в виду.